А на связи? А на связи Анна? Вы с нами? Видел, подключалась Анна. Да, было. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну, если с вашей историей, у вас вообще очень интересная история, то есть у девочки было давно, задолго такое желание узнать Китай, да, вот, и она, по сути, оказалась таким маяком, да, и семья пошла навстречу ее желаниям, мечтам, да, вот очень интересная история. Сейчас все сложилось так, как вы думали, все удалось, или есть какие-то, может быть, нюансы, к которым вы были не готовы? Да, всем здравствуйте. Нет, на самом деле все удалось. Спасибо большое компании, которая помогла нам это все сделать. То есть тема Китая, я сама и наша семья, у нас вообще никакого взаимодействия, никакого интереса, скажем так, ранее не было к этому вопросу. Вот, откуда-то это у дочери, у самой родилось, еще в классе седьмом, наверное, она озадачилась тем, что хочет изучать китайский язык. Вот, ну, мы из маленького города, да, это вот сейчас я живу в Красноярске, а Лера поступала из Устилимска. Это небольшой сибирский город, как говорится, на краю земли, да, вот, и там, в принципе-то преподавать китайский, такой речи не было, это сейчас только начинается. И она нашла по онлайну себе преподавателя, начала изучать, потом каким-то чудесным образом она вышла на девушку, которая уже училась. Вот, получается, так же ей помогала ваша компания, да, то есть у нее был опыт, которым она, видимо, Леру заразила, и дочь начала меня потихоньку обрабатывать. Ну, просто вот прям потихоньку так, не то, что вот прям, что мама, вот я поеду учиться, а все это было постепенно. Я, конечно, сначала переживала, но потом, когда я увидела серьезность ее намерения, я поняла, что тут не отступит. И, знаете, не пожалела вообще ни на секунду, потому что у нас даже ЕГЭ проходило очень легко. То есть у меня ребенок, она уже к 11 классу была на 100% уверена, что все, она вот учится в Китае, да, она занимается, она целенаправленно готовится. То есть и она говорила о том, что, в принципе, у нее не было цели там ЕГЭ там на 100 баллов что-то сдавать, какие-то золотые медали получать. У нее вообще этого не было. И она была вот спокойная такая, знаете, она говорит, мама, мне главное, вот, ну, там, без двоек, без троек закончить хорошо, да, вот она такая хорошистка стабильная. Вот, и поэтому все вот, у нас вообще вот, как сказать, вот те проблемы, которые люди переживали в России при поступлении в ВУЗ, я видела этих родителей, которые не понимали до последнего, да, возьмут их, не возьмут. У нас вообще уже все, у нас уже все было решено, вот, и как-то действительно мы пережили это все. Поэтому я и дочери за это тоже благодарна. Вот, спасибо компании, вот оперативно отвечали. То есть, на самом деле, я доверилась, конечно, вот, просто доверилась, потому что, ну, действительно, в наше время, когда там много мошенников, да, там еще что-то, то есть, ты начинаешь же, ну, нет доверия, да, вот, в целом у людей нет доверия. Тут просто, вот, действительно, благодаря тому, что у дочери была эта уверенность, я сама, правда, я сама даже особо не вникала, она сама разведывала, сама мне находила доказательства. Она уже начала знакомиться, ну, она китайский же более-менее знала, она начала знакомиться там уже с какими-то студентами, которые уже где-то учатся. То есть, она мне прям показывала этих людей, которые там находятся, вот, и поэтому это все было такое счастье, вот. Вот, и как-то все, и все сложилось, все сложилось, вот. На предвузе она училась на дому, потому что еще вопрос пандемии не был завершен. Нам предлагали весной поехать, но мы, ну, мы отказались от этой затеи, думали, что спокойно уже поступим, поедем на первый курс. И, действительно, все комфортно. Ну, Лере нравилось учиться даже на дистанционном уровне, я хочу сказать. То есть, ну, я думала, что вдруг ей что-то там разонравится. Нет, ей очень нравилось именно, она говорит, учителя даже на дистанционке видно, как они выкладываются, как они действительно заинтересованы. Вот, ну, и потом, конечно, самый такой период был, когда нужно было вот оформлять документы, да, уже. Вот, ну, компания была с нами до последнего. Вот, пока, вот, как говорится, не передали нас из рук в руки до последнего, задаешь вопросы и в чате пишешь, отвечают, да, звонишь, отвечают. То есть, если сразу не отвечают, обязательно перезвонят. И, ну, то есть, ну, действительно, и вот сам ребенок у меня на связи был с компанией очень много. Надо сказать, что тоже, ну, так вот отвечали. Поэтому спасибо вам большое. То есть, мы сейчас открываем Китай для себя. А, ну, и сейчас уже, когда у нас на международной арене Россия с Китаем дружат, у нас даже бабушки и дедушки успокоились. Ну, потому что, знаете, бабушки и дедушки, они переживали, куда ребенок едет, вообще, куда ты ее отпускаешь. Война, еще что-то. А когда вот мы увидели, что, ну, такие взаимоотношения между Китаем и Россией, все успокоились. Ну, то есть, бабушки и дедушки, они стали даже более уверены в будущем ребенка. Потому что, ну, поняли, что вот все-таки, потому что у нас международная политика так развивается, что надо действительно вот эти тенденции улавливать. И какая-то интуиция Леру потянула в ту страну, с которой мы дружим. Вот. И ей очень нравится менталитет людей. То есть, а, сейчас-то она у меня уже студентка, она уже уехала. Ей очень нравится. Вот ни одного, вообще ни одного отрицательного момента еще не возникло, и дай бог не возникнет. То есть, вот все идет как надо. То есть, вот даже она переживала, что в Пекин они прилетят. Все, резко другая страна. Как? Что они там найдут в этом огромном аэропорту? Все, все нормально. Она сказала, шикарный аэропорт, указатели. Они, то есть, у нас не было возможности ехать, провожать. То есть, они сами там вдвоем с какой-то девочкой в Иркутской области нашли друг друга, объединились, купили билеты на один день. И вдвоем все добрались до самого места. И все легко, она говорит, все доступно. Китайцы очень дружелюбные, все помогают, подсказывают. Они не потерялись. Вот. Что меня еще радует? Стабильная связь. И ватсап, и телеграм работает. Вичат, естественно, работает, но ватсап и телеграм. То есть, вообще, ребенок постоянно на связи. Все на связи, все счастливы. Потому что боялись, вдруг будут сложности. Вот. Вот. Она учится в университете Дзянцу. Это юг Китая. Отправляет фотографии. Мы за нее радуемся. У нее там сейчас 25 градусов тепла. То есть, ну, знаете, как сказать, вот. То есть, как будто она и на отдых куда-то поехала, в другую страну, да, смотрит. Ну, не на отдых, конечно. Но это, вы знаете, как, вот действительно, то есть, там все в радость, потому что даже атмосфера, да, огромный, огромный университетский этот город, по-другому не скажешь. Потому что она говорит, университетский город такой огромный, что мы даже за пределами этого города были еще мало. Потому что здесь еще все изучать и изучать. Вот. Нравится все. Отношения преподавателей. То есть, все как-то, вот, все комфортно. Фотографии отправляет, эмоции. То есть, по проживанию, да, например, там, по проживанию, по каким-то, вы знаете, бытовым вопросам им подсказывают. Вот. Ну, конечно, важно самому ребенку еще быть контактным с теми студентами, которые уже бывалые, да, чтобы опыт спрашивать. Вот. Это тоже важно. То есть, она у меня такая общительная, не стесняется, все спрашивает, ей подсказывают. Ну, потому что вот мы здесь, в России, точно не помощники, как там в Китае. То есть, даже вот вопросы были, я думала, вот заболеет. Как она там будет, да, решать этот вопрос? Куда? Какие лекарства? Что покупать? Вот, в принципе, по любому бытовому вопросу они даже с преподавателями общаются. И преподаватели, видимо, вот знаете, как действительно вторые мамы, что ли? Ну, вот там, например, да, они как-то действительно вот так и как вторые мамы. Ну, то есть, они же понимают, что дети уехали далеко. И вот у них есть это. Они могут подсказать и бытовой вопрос, и встречаются, общаются, дружат. Много других предложений. То есть, у меня, например, Лера танцевала в России в школе. Она и там продолжает танцевать, и успевает. Она говорит, учебы много, да, учебы много, домашних заданий много. Но как-то еще успевает. Успевает, и там как-то вот и на улице много они там в волейболы, баскетболы играют. Ну, то есть, вот она отправляет и совершенно другой мир. Ну, то есть, вот я спокойно за ребенка, вообще спокойно ложусь, спокойно встаю и не переживаю. Спасибо.